Здесь, в Тюганске, такого нету. Ни в Тюганске, ни в Пытьяхе. Поэтому хочется, чтобы здесь было, чтобы не надо было уезжать куда-то за поиском нового. Девушке понадобилось несколько месяцев, чтобы полюбить гончарное мастерство. Тогда она ещё не знала, что кардинально изменит свою жизнь. Неожиданно для себя подаст заявку на конкурс, где победит, уйдёт из нефтяной отрасли и откроет своё творческое пространство. Дополнительная помощь, то есть она материалы, то есть и глазурь, и глину. Первая помощь, это, конечно, была очень значимая от гранта, получается, от губернатора. Сколько? От автономного округа, 252 тысячи. То есть глазурь и все вот эти немецкие, всё мы это купили. Дети сейчас приходят, рисуют, крепят. Им всё нравится, родители довольны, я счастлива. Найдя помещение и получив всё необходимое оборудование, в январе начала принимать первых гостей. Сейчас у Фариды занимается 10 ребят с ограниченными возможностями здоровья. Работа с глиной развивает мелкую моторику, внимание, мышление и воображение. Всё? Вот какая лодка. Готово. Да? Нравится? Да. Тарелочка в форме лодки готова. Теперь у Руслана новая задача. Раскатать глину, вырезать из неё машинку и покрыть глазурью. Держи. Давай, как ручку. Да. Смотри на глину. Давай, веди. Ставим. И ты ведёшь. Давай. Давай, давай, веди. Я тебя просто направляю, а ты ведёшь. Делаем, получается, изделия в зависимости от способности каждого ребёнка. То есть кому-то, например, если моторика рук, она нарушена, то где-то с моей помощью мы как бы делаем такие лёгкие изделия. Но как бы всё равно мы их делаем, чтобы был результат. То есть ребёнок уходит с готовым изделием. Он уходит с тарелочкой, с кружечкой, с чашечкой. И это всё их нервниками. В отличие от работы с пластилином, лепка из глины требует особой подготовки материала. Так у детей развивается ответственность и логическое мышление. Но уже готовое изделие отлично применяется в быту. Я обычно режу там сыр, колбаску. И он показывает, что да, типа я это сам сделал. Очень радостно. Мы бежим каждый раз. Прям хочет он. Если, не дай бог, по каким-то причинам пропустили, он убежается на меня. Раньше гончарное производство считалось ремеслом. Позже стало искусством. Сегодня же для многих оно является способом релаксации. Абсолютно каждый, вне зависимости от возраста, может найти в создании керамических изделий своё хобби. Так в планах у Фариды в скором времени начать проводить мастер-классы для пенсионеров.